О состоянии объектов образования и здравоохранения, переданных в доверительное управление, говорили сегодня на совещании под председательством главы региона. На сегодняшний день 7 организаций здравоохранения переданы в доверительное управление на 10 лет с целью совершенствования услуг и сокращения бюджетных расходов. В комиссии утверждены условия доверительного управления, организованы тендеры. Оценочная стоимость организации составляет 2 миллиарда тенге, но по итогам тендеров закупочная стоимость составила 12,1 миллиарда тенге. То есть цена в 6 раз выше оценочной стоимости. Среди условий тендера строительство нового здания, приобретение медицинского оборудования. Видно, что задачи, поставленные в прошлом году, выполнены. Если до передачи в доверительное управление она составляла 4,2 миллиона тенге, то по итогам 2020 года – 296,3 миллиона тенге. Наблюдается рост рабочих мест. Также одним из основных обязательств является сохранение рабочих мест. Данное обязательство полностью исполнено. На сегодняшний день в штате предприятий 1641 единица. Некоторые вопросы, рассмотренные на совещании, так или иначе сводятся к финансам. Так сказал руководитель управления здравоохранения. Также он отметил, что все медицинские объекты области находятся на контроле. Мы исправляем имеющиеся пробелы и недочеты, говорит он. Кроме того, было отмечено, что оборудование в поликлиниках устарело. Оказалось, что этот вопрос давно стоит на повестке. По управлению здравоохранения о новом оборудовании правильно сказали. Им нужно сделать предупреждение. Если сказано построить школу, детский сад, стройте, рассказали, выполняйте. Стоит отметить, что по исполнению возложенных обязательств руководством учреждения было вложено инвестиции на общую сумму 872 миллиона тенге. Подводя итоги совещания, глава региона поручил руководителям соответствующих управлений решить назревшие вопросы.